Всем привет! Сегодня я покажу вам процесс создания своей собственной портретной палитры. Для этого я купила акварель в тубах, до этого я пользовалась исключительно кюветами. Я подобрала самые подходящие, на мой взгляд, цвета для создания телесных оттенков. Давайте же на них взглянем. Для начала это, конечно же, оттенок дюны. Это супер нейтральный телесный, не слишком теплый, не слишком холодный. И, насколько я знаю, у портретистов он пользуется большой популярностью. Далее персиковый. Для использования в чистом виде, на мой взгляд, слишком желтоват, но для создания теплых рефлексов самое то. Далее розовый кварц, с такой нежный поросячий оттенок, самое то для румяшек, ушей, ноздрей, всех тех мест, где большое количество капилляров. Конечно же, сепия. Один из самых красивейших коричневых оттенков. Он очень красиво размывается и не дает желтизну. В общем, он скорее холодный, нежели теплый. Лавандовая, которую я не собиралась брать, но перед ней просто невозможно устоять. Безумно чистый и красивый цвет. Именно такими оттенками я обычно прорабатываю тени. Ну и, конечно же, белила цинковые. Они помогут смешивать нам имеющиеся цвета между собой и получать новые красивые оттенки. В том же магазине я купила вот такой вот футляр для акварели. Не могу сказать, что я в восторге от него. На мой взгляд, он слишком громоздкий. Я хотела бы все-таки покомпактнее. Но, к сожалению, это все, что было в магазине. И у меня уже не было времени искать что-то другое. Я знаю, что на Алике полно всевозможных футляров и маленьких, и больших, и всяких. Но ждать месяц или два мне уже не хотелось. Поэтому взяла, что было. Он, конечно, довольно эргономичный, но хотелось бы поменьше. Я довольно-таки мастерски смешиваю разные телесные оттенки с помощью стандартных акварельных наборов. Но мне захотелось сделать свою портретную универсальную палитру, чтобы она была отдельно от других оттенков. И да, все оттенки, помимо сепии, в своем составе содержат белила. И о ужас! Я мало того, что пользуюсь акварелью с белилами, так я еще и смешивать их сейчас буду между собой. Надеюсь, что ни у кого из вас сердечный приступ не случился. Не хочу брать на себя такую ответственность. На самом деле, с этим все просто. Дело в том, что моя телесная палитра, она немножко нестандартная. И поэтому те варианты смешивания телесных оттенков, которые предлагают нам стандартные наборы акварели, они все слишком рыжие и желтые для моих персонажей. Если вы все еще не заметили, то мои персонажи, они как бы немножко мертвенькие, да? Поэтому, да, конечно, безусловно, я научилась смешивать телесные оттенки из стандартных наборов, но мне приходится смешивать 3, 4, а то и 5 оттенков. И иногда это дает грязь. Именно поэтому я использую белила практически всегда. И именно поэтому акварели, в составе которых есть белила, меня не пугают никоим образом. Это, наоборот, мне очень сильно помогает. Я рада, что я могу взять уже готовый чистый телесный цвет и вообще не париться. К тому же, сам производитель мне это, собственно, предлагает. Он говорит, смотри, мы создали красивые чистенькие оттенки, можешь вообще не париться. Можешь взять телесный и работать им. Вот и все. Поэтому я пользуюсь такой возможностью. И мне, в принципе, все равно на то, что вот акварель недостаточно прозрачна, если в ней есть белила. Ну, я так скажу. Если качество вашего личного рисунка падает от того, что в составе акварели есть белила, то, ну, мне жаль. Качество моих рисунков не падает. В общем, из имеющихся оттенков я намешала еще парочку телесных и добавила третий, такой серо-коричневый. В принципе, зря, наверное, в нем особо не было никакой необходимости. Просто мне было интересно, что будет, если я смешаю сепию и белила. Кстати, очень забавно, что коричневый в сочетании с белым дает сначала синий-фиолетовый и только потом превращается в серо-коричневый. Вот она, вот она химия. В общем, третий оттенок, он не то чтобы супер важный, но я думаю, что пригодится. Я не стала дожидаться, пока акварель полностью застынет, поэтому ощущения были очень странные, как будто это что-то между акрилом и гуашью. В общем, да, немножко странно, но, в принципе, на выкраски это никоим образом не влияет. В целом, палитра, на мой взгляд, получилась замечательной. Единственное, я забыла про красный. Я не знаю, как я могла забыть про красный, без которого я жить не могу. В общем, я в будущем обязательно докуплю парочку красных, возможно, каких-нибудь кирпичных или терракотовых, а может быть и холодных. И, в общем, домешаю еще парочку оттенков, которые мне супер необходимы, и немножко расширю ту палитру, которая у меня уже имеется. Вы просто посмотрите на этот холодный телесный. Он идеальный, это настолько красивый и чистый цвет, который получился из белил, поросячьего розового и лавандового. Невероятные красоты, я обожаю подобные оттенки. Персиковый в чистом виде немножко выбивается из всей этой палитры, слишком уж он желтый, слишком теплый получился. Его, конечно, можно использовать для каких-то теплых рефлексов, но, скорее всего, я буду просто смешивать его с другими оттенками, потому что я вообще редко пользуюсь какими-то цветными такими прям вот рефлексами именно в акварели. Редко у меня такое живописное настроение просыпается. Именно поэтому у меня тут вот прям ограниченная телесная палитра, потому что телесного цвета, телесный цвет, он же спорный очень. В нем, по сути, все оттенки, которые нас окружают, это если с академической точки зрения смотреть, да, что для того, чтобы написать живой портрет, в принципе, нужна вся палитра. Нужны зеленый и синий, все оттенки фиолетового и желтого. Но так как я такой техникой, в принципе, редко пользуюсь, мне это не особо нужно. Из-за того, что я чаще всего работаю в ограниченной палитре, я просто предпочитаю залить все лицо каким-нибудь нейтральным телесным оттенком, добавить кучу красного, возможно, какие-то синие и фиолетовые рефлексы, дабы показать тень. И, в принципе, на этом все. Ну, если мне хочется какого-то прям буйства красок, я добавляю рефлексы обычно цветным карандашом сверху акварели. Но мне просто так нравится. Я не люблю большое количество радужных рефлексов в портрете. Это, кстати, ответ на вопрос, для чего вообще нужны какие-то сложные чистые оттенки, уже готовые, и почему вообще нужны белила многим иллюстраторам. Потому что некоторые считают, ну как, ну можно же намешать любой цвет там из пяти основных оттенков. Да, технически можно, но это не совсем то. Помните, я ругала акрил, который при смешивании дает грязь? И мне многие писали, вот типа чушь несешь, я вот, значит, пишу пейзажи, и меня все устраивает. Так потому что ты пишешь пейзажи, потому тебя и устраивает. Когда ты пейзажист, коричневые всякие, серые оттенки, когда зеленый желтит, тебе это только на руку. Это дает тебе какую-то живость там в зелени, в лесах, в полях, в реках и так далее. Там это реально тебе на руку играет. Но когда ты иллюстратор, и когда тебе нужно залить вот какую-то определенную плоскость ровным оттенком того же, например, мятного или лилового оттенка, или какого-то красивого оранжевого, ну не намешаешь ты этого, понимаете? Есть природные оттенки, а есть более, ну спектральные что ли оттенки, более чистые, которых в природе очень мало. Поэтому, блин, не сравнивайте. Если вы пейзажист, то понятное дело, что вам подойдет и стандартная палитра. Они для этого, собственно, и созданы. А всякие вот эти вот линейки красок, в которых добавляются белила, в которых есть какие-то особые оттенки, да, как вот этот лавандовый, например, или как вот этот розовый, например, они созданы как раз-таки больше для иллюстраторов, для людей, которым нужен чистый цвет. Потому что, поверьте мне, вот именно такой лавандовый вы не смешаете стандартным акварельным набором от этой же фирмы. Вы просто его не намешаете. Ну, это химически просто невозможно. У этих красок совершенно другой состав. Поэтому меня немножко поражает, когда мне говорят, вот ты добавляешь белила. Так я, если не добавлю белила, у меня не получится такая палитра. Просто не получится. Это будет невозможно. Мне очень важно иметь чистый цвет. И если производитель предлагает мне уже этот готовый чистый цвет, зачем мне смешивать краски между собой, ставить вот эти вот странные эксперименты, тратить на это время, получать грязь для того, чтобы получить тот оттенок, который мне нужен. Если он уже готов, вот он лежит в магазине. То есть это супер глупо. Потому что я знаю, что многие художники, они прям бойкотируют все вот эти вот сложные оттенки. И уж тем более, не дай Господь, если там белила, боже, такой бред, честно, ребят. У меня уже просто сил нет. Я, как всегда, возгораю. Вот, акварель должна быть прозрачной. Ой, Господи, я так устала, ребят. Честно. Знаете что? Акварель ничего вам не должна. Вот вообще ничего она вам не должна. Акварель – это инструмент. И вы пользуетесь этим инструментом так, как вам выгодно и так, как вам удобно. Вот и все. Так что просто забейте к чертовой матери. И если вам сложно намешать этот сраный телесный оттенок стандартным набором акварелей, то пойдите и купите вот этот сраный, как он там называется, Господи, дюны, вот этот вот оттенок. Купите, и все. И будет вам счастье. Вы будете пользоваться идеальным телесным оттенком. И добавлять к нему рефлексы уже из той палитры, которая у вас есть. Все. Конец. И пошло оно все к черту. Да, там есть белила, но это упростит вашу жизнь. И, возможно, даже ваши работы краше от этого станут. Вот и все. Я все сказала. Напишите в комментариях, если вы тоже любите белила, как я, если они тоже спасают периодически ваши работы. И если вы ничего плохого в этом не видите. Посмотрим, сколько нас отбитых ребят. Я бы, если честно, очень хотела заполнить эту палитру до конца и сделать еще какое-то количество красивых телесных нюдовых оттенков. Как вы на это смотрите? Хотите ли вы, чтобы я сняла вторую часть? Я пойду тогда, докуплю еще красочек и что-нибудь с вами намешаем. Если вам вообще нравится такой формат, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Напишите об этом в комментариях. И, пожалуйста, поставьте лайк. Лайки сейчас очень-очень важны. Таким образом, вы очень сильно поддерживаете то, что я делаю. Спасибо вам большое, если уже поставили лайк. И, пожалуйста, ребят, ткните на колокольчик и выберите пункт «Получать все оповещения о моих видео». Я не выкладываю видео слишком часто, поэтому я не думаю, что оповещения будут вас как-то сильно тревожить. Зато два раза в неделю вы будете знать, что у меня вышло новое видео. Пожалуйста, сделайте это. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Добро пожаловать! А также не забывайте фолловить все мои соцсети, особенно мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки, как всегда, внизу в описании. Подписывайтесь на мой канал, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok